Единый государственный экзамен для 11-ти классников перенесен на более поздний срок. Сдавать его будут только те, кто собирается поступать в высшие учебные заведения. Окончательные даты начала аттестационной кампании озвучат в ближайшее время. Учащимся, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения, в аттестат выставят отметки по итогам года. Это касается и выпускников девятых классов. А у начального и среднего звена эта неделя последняя учебная в этом году. Согласно ранее принятому решению, с 18 мая первые-восьмые классы у нас уходят на летние каникулы. Девятые и одиннадцатые классы продолжают обучение, согласно учебным графикам, до конца мая месяца. Также хочу отметить, что согласно решению Министерства просвещения Российской Федерации, лица, оканчивающие девятый класс, у нас освобождены в этом году от задачи обязательных экзаменов по русскому языку и математике. Речи о работе школьных лагерей не идет, но дистанционно продолжат работать учреждения дополнительного образования для того, чтобы дети проводили время с пользой. Загородные лагеря, возможно, откроют с первого июля и сделают смены по 14 дней. Но это пока в планах. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. Продолжение следует...